Добрый вечер! Вы смотрите Первый городской. Мы продолжаем свою работу в эфире. Это наш ежедневный проект «Интервью дня». И тема, которую мы затронем сегодня, остается актуальной. Я думаю, что еще несколько лет ближайших точно будет актуальной. Мы будем говорить снова о создании ОСМД. Почему снова? Потому что тема эта, мне кажется, имеет смысл к ней вернуться. Первоначальная информация, по которой до 1 июля все мы должны были создать ОСМД, а дальше непонятно, что должно было происходить, теперь эта информация уже недостоверна. Поскольку нам дали еще время, ну как минимум еще год есть на то, чтобы подумать и все-таки создать ОСМД, или не создать его, или создать какое-то другое объединение и так далее, и так далее. То есть пока закон позволяет еще какое-то время подождать. Но имеет ли смысл это делать вообще? И что мы получаем и что теряем в случае, если создаем ОСМД? Об этом будем говорить с Алексеем Асауленко, руководителем Центра защиты Одесситов. Добрый вечер, Алексей. Мне кажется, что процесс создания ОСМД идет очень медленно. Или это не так? На мой взгляд, он тоже идет недостаточно быстро, как мог бы идти, если бы городские власти как-то поддерживали этот процесс. Но согласно последней статистике, чуть-чуть набирают обороты все-таки. Вот если в апреле было 24 дома сессии передано, а в ОСМД 30 июня на сессии уже 117 домов, то вот уже сейчас на сессии, которая состоится 21 сентября, пока должно быть зарегистрировано 150 домов. И регистрация продолжается. То есть какие-то действия происходят, но, к сожалению, я думаю, что вряд ли власти могут гордиться и сделать это своей заслугой, потому что это, скорее всего, уже люди сами поняли, что ни на кого рассчитывать не приходится, и уже сами предпринимают какие-то меры и двигаются в направлении ОСМД. Ничего больше не остается. Ничего не остается. Появилась совсем недавно информация, ну вот лично я узнала такую информацию, если честно, была удивлена о том, что для желающих создать ОСМД есть, оказывается, так называемая материальная поддержка от города. Ну, то есть называйте это как хотите, это выделение какой-то определенной суммы. Я не могу точно сказать, какая это сумма, но, дескать, вот для тех, кто изъявляет желание, они получают деньги на какой-то очень необходимый ремонт. Что это за сумма? Как вообще процесс выделения этих денег происходит? И, как мне кажется, абсолютное большинство одесситов об этом просто не знает. Ну, давайте разберемся, почему это произошло. Раньше по закону при переходе дома в ОСМД коммунальное предприятие, на балансе которого состоял этот дом, должно было выполнить капитальный ремонт, то есть привести дом практически в идеальное состояние. Естественно, ну, почему-то тогда люди не торопились, этого не происходило, какое-то небольшое количество перешло, но не в том количестве, в котором должно было быть. И поняв, что на это должны будут быть потрачены большие средства, уже наше государство решило все-таки как-то сэкономить на этом. Простить себе и жизнь, и отменить это, да? Да, отменить эту норму и придумать некоторую замену. Некоторая замена в сумме до 100 тысяч гривен на устранение каких-то первоочередных, проведение какого-то первоочередного ремонта, не в основном, а исключительно инженерных коммуникаций. То есть после того, как сессия городского совета принимает решение о том, что отдать дом в ОСМД, в течение какого-то времени должна быть создано что-то наподобие экспертной комиссии сотрудники ЖКСа плюс представители ОСМД изучить проблематику и выбрать какую-то проблему. И ремонт этой проблемы можно будет провести на сумму, не превышающую 100 тысяч гривен. Но это же очень маленькая сумма, по большому счету. Ну, на самом деле нет. Или здесь как посмотреть? На самом деле, если по-честному эту сумму отдавать, то это достаточно… Именно за работу, да? Именно за работу и за материалы, не завышая стоимость ни материалов, ни работы, то это достаточно серьезная сумма, за которую можно что-то сделать. Но вопрос возникает в чем? Пока люди создают эту комиссию, пока готовится техническая документация, люди вынуждены платить за непредоставляемые услуги. То есть вот месяц, два, три, пока готовится технический паспорт, когда создается эта комиссия, люди должны платить ни за что. То есть тут мы имеем палку двух концов. Большой девятиэтажный дом, он платит там 15-20 тысяч. Вот вам задержка в 3-4-5 месяцев. Вот это до 100 тысяч уже люди за что-то заплатили, неизвестно за что. То есть если еще, скажем так, в спальных районах что-то происходит, там, например, уборка территории, там, Таирово, поселок Котовского, там, например, дворники работают, то в центре города, например, в Приморском районе люди во своих дворах не видели дворников, ну, месяцами, если не говорить, годами. В центре города, мне кажется, вообще катастрофическая ситуация хотя бы с состоянием зданий, потому что если мы говорим о спальных районах, и пусть там домам по, пусть даже по 30 лет, но это еще нормальное, в общем-то, состояние, если его, ну, если следить за домом, да, то есть если приводить в порядок какие-то необходимые, латать дыры, скажем так, то это еще ничего. В центре это катастрофа. Там вообще создают ОСНД? Смотрите, в центре города происходит, знаете, как я бы назвал это, показуха. То есть время от времени руководство департамента ЖКХ объезжает свою территорию. В это время выгоняются все дворники на уборку, все чистится, все убирается. То есть все, что снаружи, все приводится в порядок, ну, то, что можно сделать. То, что находится внутри дворов, все точно так же разбито, а о текущем ремонте люди просто могут забыть. То есть любые работы, любые проблемы, с которыми люди обращаются к себе в ЖКС, им объясняют, что денег нет, но вы же понимаете, какая-то ситуация в стране, откуда же деньги, тем более вы видите, у вас в таком состоянии жилой фонд, что уже нет смысла ничего делать, скидывайтесь или платите нам. То есть сейчас, и что препятствует ОСМД созданию, что в основном, конечно, в таких домах в центре города, это же количество квартир какое, там 10, 15, 20, 30 квартир. И люди боятся брать на себя ответственность за годами, за годами убиваемый жилой фонд ЖКС. То есть ничего не делание, это и есть убивание. То есть если бы это обслуживание происходило регулярно, то, естественно, эти дома бы не были в таком состоянии. И сейчас взвалить на себя люди просто боятся, что они не потянут, а дома наладом дышат, может пройти что угодно в любой момент. Поэтому, конечно, эти 100 тысяч гривен, это, в принципе, неплохое подспорье, если бы не было несколько «но». Эти ремонты, во-первых, проводят подрядные организации, которых определяет департамент ЖКХ. То есть схема тоже, да, по сути? То есть сами жители дома, они не могут участвовать в этом процессе, исключительно могут только показать, а вот сделайте мне трубу, а что дальше будет происходить. Вы сами понимаете, мы сталкивались, например, годами с коммунальными предприятиями и с теми же подрядчиками. То есть смысл какой? Берется огромная сумма, потом находится подрядчик за меньшие деньги, который потом делает, дает откат. Все. Ну, то есть разница кладется понятно куда. Конечно, конечно. И люди не могут ни предложить, ни участвовать в контроле. То есть они просто могут указать, что им надо сделать, но качество проведенных работ им, естественно, никто не может гарантировать. Хорошо. А как тогда поступать? Ну, не создавать УСМД – это однозначно нет, это не тот вариант, да? А все-таки какой вариант тогда можно предложить сейчас людям? И как можно, каким образом можно бы все-таки каким-то образом контролировать, хоть каким-то образом контролировать те организации, которые будут выполнять какой-то ремонт? Потому что, по вашим данным, вообще есть количество УСМД, которые уже получили эти деньги или пока неизвестно? А дело в том, что такие данные не озвучиваются. Такие данные неизвестны, да? Как мы боремся за то, чтобы, например, ЖКСы предоставляли информацию? Вот это была бы тоже очень интересная информация, которая… Об отчете среднего. Конечно. То есть о том, что делается за учетом. Любой человек должен найти, посмотреть и подумать. Вот в этом доме сделали это, это, это сделали. Посмотреть, может быть, пообщаться с людьми. Как вам, понравилось, не понравилось. Уже иметь представление, какой вопрос он может решить. А у нас это все, вы знаете, покрыто мраком. Что-то где-то сделано. Сейчас, вот на прошлой неделе, я столкнулся с ситуацией, наша общественная организация. Обратились люди, Мечниково 88, Большущий дом. Все люди хотят создать УСМД. Получается, в мае было принято решение на сессии отдать дом. И люди думали, что, конечно, в кратчайшие сроки коммунальное предприятие, ЖКС, которое обслуживает их дом, должно как-то посодействовать этому переходу, создать все благоприятные условия. Что произошло по факту? Люди принесли решение в ЖКС. Заявление на изготовление технического паспорта ЖЭК подал только через два месяца. То есть люди два месяца вынуждены были оплачивать дальше. То есть не вовсе он и не заинтересован в том, чтобы это происходило быстро. Конечно, никто не заинтересован. Но люди, вы знаете, я был приятно удивлен, что у нас есть такие активные люди. Весь дом действительно был готов разбираться в этой ситуации. Мы пошли в ЖКС Портофранковский к небезызвестному Виктору Страшному. Но, к сожалению, вы, наверное, знаете, что этот человек не то что... Да, особого результата ждать не приходится. Ну, в общем, ничего такого не делает, навстречу людям не идет. И после этого пришлось идти уже на прием к директору департамента Козловскому. И уже конкретно у него были определены какие-то сроки. И Виктор Страшный уже был поставлен в какие-то рамки по выполнению своих обязательств. То есть акт приема передачи должен сейчас быть подписан. То есть что я хотел сказать, что, конечно же, необходимо, чем больше, тем лучше количество людей, готовых участвовать в этом процессе, и не оставлять это на самотек. То есть если уже есть решение сессии, нужно стараться получить гораздо, постараться ускорить получение технической документации. То есть ходите и выбивайте, да? Ходите и выбивайте, да. По другому пути нет сейчас. ЖКС максимально оттягивают, это, конечно, деньги изготовления техпаспорта. Во-первых, во-вторых, они снимают с себя ответственность, еще немножко собрать денег, еще чуть-чуть. Ну, просто нужно контролировать этот вопрос, не выпускать его из своих. А есть какие-то сроки выделения вот этих средств? Или если человек, ну, в смысле, если ОСМД уже создана, то это бессрочно? И эти деньги, ну, знаете как, есть же устанавливают, допустим, если там в три месяца не получили, там, да, или там полгода после рождения ребенка, ну, к примеру, да, то есть вы эти деньги потеряли. Вот как здесь будет? Ну, тут очень интересная схема, которую, на мой взгляд, конечно, надо редактировать. Деньги могут выделены быть только до акта приема передачи дома. То есть пока дом не перешел в пользование, эти деньги могут выделены быть. Как только он перешел, почему-то нет. Вы видите, получается, что тупик. Ну, этого точно не могут не знать. Затягивание этого процесса выгодно коммунальщикам и невыгодно людям. Опять же, по этому адресу Мечникова, 88, то, что мы были, люди уже сами закупили даже себе материалы. То есть они уже готовы себе что-то делать. Да, они выбрали какие-то определенные работы. Они в этой сумме знают, да? Да, да, конечно. То есть они уже понимают, что... Но они теперь вынуждены ждать этот акт приема передачи. Получается, если они его подпишут, то они лишаются этой суммы. А им выгодно начать ремонт сейчас, потому что сейчас, сколько, месяц-полтора начнутся дожди. Они хотят ремонтировать крышу. Понимаете? То есть это надо усвоить тем, кто сегодня находится в процессе создания ОСМД, до акта передачи. Да, только они могут получить эту сумму. Но важно не потерять эту сумму. Важно просто этот вопрос контролировать. А кому нужно обращаться? Людям конкретно, чтобы получать деньги? Мы говорили у директора департамента, и Александр Козловский заявил о том, что сейчас рассматривается вопрос, чтобы уже после акта приема передачи могли проводиться какие-то работы. Это, конечно, гораздо интереснее. Потому что люди тогда теряют время. Люди теряют время, люди теряют деньги. Так они и деньги теряют, а не только время. Конечно. Поэтому вот если было принято такое решение, мы же слышали, мы все знаем сумму, на помощь ОСМД выделено 52 миллиона. 52 миллиона – огромные деньги. Даже вот вы говорите, 100 тысяч – это небольшая сумма. Ну, вроде бы как бы небольшая сумма, но, может быть, действительно, если ее адресно направить на какую-то конкретную, пусть в одном доме сделают что-то, что очень сильно болезненно. Смотрите, я хочу привести пример. ЖКС, ну, возьмем средний ЖКС, например, в городе, Портофранковский, собирает в месяц 2 миллиона гривен за СДПТ. А тратит он в месяц порядка 100 тысяч на все дома, что обслуживается в ЖКСе Портофранковский. Собирает 2 миллиона, тратит 100 тысяч. Едем, проверяем, и эти 100 тысяч даже не потрачены. Простая математика, предельно вообще. Вы себе представляете? Едем, проверяем, а даже эти 100 тысяч не потрачены на весь район. А тут 100 тысяч на дом. Конечно, это люди почувствуют, если это грамотно распределить. Ну да, видите, вы в этой теме постоянно находитесь, поэтому вы понимаете, что это… А то, что сейчас коммунальные предприятия, ЖКСы, собирают огромные суммы, а из них практически ничего не тратится, это факт, это проверено. У нас эта информация, она вся задокументирована. Мы сейчас подаем запросы ежемесячно, получаем ответы от коммунальных предприятий. Что хочется сказать? Хочется сесть и плакать. Просто это обман, это прожигание денег одесситов, которые каждую копеечку несут сразу заплатить за квартиру. Зачастую те, которые не могут себе это позволить, но вынуждены это делать. Это все тоже прекрасно знают. Что касается вот этой отсрочки, которую нам дали, как вам кажется, это хорошо или плохо? Ну, я понимаю, что все равно за период, который был изначально определен, ОСМД создана не было. Ну, то есть стопроцентно. Мне кажется, что и не будет стопроцента создана ОСМД, даже если пройдет еще год, еще два. Но вот эта отсрочка, которая дает право ЖКам дальше существовать, как они существовали, и дальше работать в том режиме, в котором они, собственно, работали. Вот что это дает вам, как вам кажется? Смотрите, с одной стороны, мне кажется, что, конечно, это плохо, потому что, когда люди были уже… Надо было форсировать процесс, да? Да, да, да. Надо было торопить? На мой взгляд, конечно, когда… С одной стороны, сейчас я объясню, что я хочу сказать. С одной стороны, когда люди уже стояли перед необходимостью принять какие-то меры, они уже понимали, что надо выбрать. Сейчас, когда давление с этой стороны ослабло, конечно, люди уже не так стремятся и не так хотят. Но зато мы уходим от того, что очень много сейчас управляющих компаний созданы были для того, чтобы обмануть, по-быстрому завладеть какими-то домами и получать оттуда деньги. И люди, не разобравшись, могли попасть вот в такую халепу. Сейчас есть какое-то время изучить спрос. Сейчас будут каждый, я думаю, что каждый месяц будут появляться управляющие компании. Можно будет ознакомиться с их деятельностью, узнать, кто руководит, как они работают, посмотреть на качество. То есть, с этой стороны временно подумать уже появляется. То есть, уже не надо бросаться к первому, кто пришел к вам во двор и рассказывает, показывает красивые картинки и говорит, что все будет хорошо. Уже сейчас есть время подумать, посоветоваться, посмотреть. Поэтому с этой стороны, я считаю, что хорошо. И то, что будут появляться управляющие компании, да, скорее всего, большинство будет стараться работать по принципу ЖКСов, собирая, ничего не отдавая. Но я уверен, что в нашем городе будут и те компании, которые смогут предоставлять качественную услугу. И я думаю, что они будут появляться с каждым днем. Ну, а вообще, мы уже неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что в идеале выбирать руководство и управление ОСМД все-таки из тех числа жителей, которые проживают в этом доме, из вашего соседа, которого вы хорошо знаете, из которого вы можете спросить в любой момент. Ну, не знаю, в любом доме, как бы там ни было, пусть не все активные, но какой-то процент, 5-10% активных жителей все равно есть. Это гораздо лучше, чем, как вы говорите, управляющие компании, которые приезжают не весть откуда. И я сама наблюдала такие собрания, когда был вот этот очень активный процесс лоббирования интересов. Вот-вот, давайте, давайте создавать. И, правда, в одном дворе я видела эту же компанию, потом она же перешла в следующий двор, потом в следующий. Я не знаю, чем закончилось, я знаю, что там в нашем доме отказались от их услуг, а, возможно, какой-то дом и пошел на это, и кто-то заполучил вот такого управляющего, который и не местный очень часто. А это вообще тупик, как мне кажется. Ирина, вы же понимаете, что где могли отказаться? Отказаться, где все, в принципе, обстоят дела нормально. Вот еще раз хочу сказать, что вот у нас на Таирово, например, в Киевском районе, ситуация, я считаю, что более благополучная, конечно, а в центре города она печальная. По поводу председателя ОСМД, несомненно, что надо выбирать человека очень внимательно, ответственного и желательно из своих, а не из говорунов, которые приходят и во дворе начинают рассказывать, что «а вот я». Такие люди должны подтверждать свои действия какой-то историей, говорить о том, где они, например, еще работали, если это управляющая компания, если это объединение ОСМД, рассказывать, какие дома они еще обслуживают. Но я считаю, что все-таки своего председателя нужно со своего дома человека ответственного, которого, вы знаете, проверенного, чтобы потом не искать. Потому что проблема со сменой председателя, она существует. Единожды собрав собрание, второй раз вы такое количество можете не собрать, и это действительно проблематично. Большая проблема сейчас в нашем городе состоит в том, что очень многие строительные компании после себя оставляют управляющую компанию, которую потом невозможно спихнуть, невозможно от нее избавиться, и она как кровосос тянет деньги с одесситов, которые проживают в этом доме. Но опять же хочу сказать, что методы есть. Если большинство людей против, то это все можно, можно это побороть. И вот мы, Центр защиты одесситов, тоже предлагаем, если что, сообщать нам о таких случаях. Мы будем помогать разбираться в этих ситуациях. Спасибо большое. Алексей Сауленко, руководитель Центра защиты одесситов, был гостем в нашей студии сегодня. Мы не случайно вновь затронули тему создания ОСМД, потому что вопрос остается на повестке дня. Вопрос действительно актуален, несмотря на то, что сроки немножечко увеличились, и у вас действительно появилось время на то, чтобы подумать. Но очевидно, что другого пути все равно не существует. Поэтому думайте, выбирайте, принимайте решения. Ну а если есть вопросы и проблемы, Центр защиты одесситов вам поможет. Будьте на Первом городском. До встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин